Нет правил, нет проблемы. Ну а пожар развлечением не помеха. Такого мнения, видимо, придерживаются некоторые жители микрорайона Щелкова-7. Несколько знаков, предупреждающих о нормах пожарной безопасности, были установлены в начале этого лета. Однако не прослужили и года. Во время очередного осмотра местности сотрудники аварийно-спасательной службы Щелковского района обнаружили их в плачевном состоянии. Информационные щиты пострадали от рук неизвестных вандалов. Я считаю, что это люди, которые равнодушны к развитию Щелковского района, к тому, чтобы у нас Щелковский район был привлекательный, красивый, чистый. Периодически мы проезжаем, профилактический осмотр делаем в местах. И при очередном проезде этих мест мы обнаружили, что знаки поломаны, какие-то вообще пропали знаки. Ну так вот люди у нас относятся к своей природе, относятся к всему окружающему. Всего в Щелковском районе было установлено 10 информационных щитов с призывом беречь лес от огня. На данный момент в живых остались только двое. Многие знаки были вырваны с корнем и найдены в нескольких метрах от изначального места установки. Похоже, кому-то очень не угодила информация о штрафах за разведение костра в огнеопасный период. Между тем, щиты, установленные в Щелково-7, возвещали о самой неподдельной опасности. Небольшое озеро – излюбленное место жителей не только для прогулок с детьми, но и для шумных гулянок. Рядом лес. Всего в сотне метров расположены домики СНТ, особенно подверженные угрозе пожара. Если пройти по тропинке, с легкостью можно обнаружить следы костра. Как правило, люди из города едут сюда на окраину, жгут костры, шашлыки жарят. И есть большая вероятность, что могут случайно поджечь лес или ненамеренно как-то так вот может быть. Так что угроза пожара прямая и предупредить о ней просто необходимо в интересах самих жителей, чтобы такая информация распространялась эффективно. А вандалы, которым закон не писан, не оставались безнаказанными. Я призвал нормальных жителей, которые хотят жить в чистоте, порядке, обращать на это внимание и давать нам информацию, чтобы мы разбирались с этими товарищами индивидуально и наказывали их. Покалеченные знаки аварийно-спасательная служба планирует восстановить в следующем году. Стойки для информационных счетов поставят новые, антивандальные. Однако прежде всего вопрос в отношении жителей, захотят ли они поддержать нормы безопасности или опять решат забыть об угрозе пожара.